всем привет с вами вновь анастасия пиосик и мы продолжаем серию видео уроков для подготовки к егэ по русскому языку в этом видео я расскажу как быстро просто и легко решать задание 13 тестовой части поехали так задание 13 посвящено правилу не с различными частями речи вам нужно выписать одно слово в котором которое не пишется слитно будет предложено вам 5 предложений чтобы слова с не было в контексте чтобы вам было легко определить слитно она пишется в этом предложении или же раздельно для этого давайте вспомним с вами все правила которые вы изучали на протяжении всей школьные программы и так вспомним правило общее правило для всех когда абсолютно все части речи пишутся слитно независимо ни от чего это правильно когда слово не употребляется без не например ненавидеть нелепо неряха неряшливый и так далее как видим здесь представлены абсолютно все части речи второе правило теперь давайте поговорим о том когда все части речи пишутся раздельно во-первых если есть противопоставление например не высоко а низко противопоставление как правило с каким-то противительным союзом чаще всего это союз а не высоко а низко здесь очень мега супер важно обращать внимание на то чтобы в слове слове с не обязательно к слову с не обязательно был антоним здесь приведён на мной примере не высоко а низко высоко и низко это антонимы потому что вот прямо на экзамене была такая ловушка например вдали шумел не широкий а бурный водопадик здесь не широкий а бурный дети увидели противительный союз а и стали писать не широкий раздельно но если вдуматься и будьте пожалуйста предельно здесь внимательными если вдуматься у широкого какой антоним правильно узкий а у бурного антоним спокойный они не антонимы значит что значит здесь не широкий мы будем писать слитно понимаете то есть обязательно когда у вас есть а или но союз противительный который будет обозначать какое-то противопоставление обязательно убедитесь в том что дальше после этого союза после запятой есть антоним к этому слову это важно дальше еще когда пишется слово еще раздельно это справедливо для всех частей речи если есть слове логическое какое-то усиление отрицания чаще всего это слова далеко не вовсе не отнюдь не ничуть не нисколько не например он был далеко не умный человек вот здесь далеко не и мы видим вовсе не красавица вовсе не мы видим что здесь будет писаться раздельно конечно же дальше мы сейчас все еще говорим о том что справедливо для всех частей речи когда не со словом пишется раздельно если вы видите в предложении что есть частица ли а в конце предложения стоит не . а вопросительный знак например неудивительно ли это не прекрасный или сегодня день в таком предложении при наличии частиц или в любой части предложения и вопроса в конце слово сне будет всегда писаться раздельно запомните это пожалуйста теперь давайте поговорим об отдельных частях речи и о правилах неправописание в этих частях речи например возьмем имя прилагательное если имя прилагательное в данном предложении является глаголом и стоит в краткой форме она не является глаголом прошу прощения является сказуемым и стоит в краткой форме она таким образом как бы замещает глагол а мы знаем что не с глаголом пишется всегда раздельно и вот такие такие краткие прилагательные которые стоят на месте сказуемого и как бы заменяют глагол будут всегда писаться с ней раздельно например не готов не склонен не намерен не прав ну соответственно рот здесь может меняться не готова допустим на это не не влияет никак дальше если прилагательное стоит в степени сравнения в сравнительной степени то она тоже будет писаться раздельно например не хуже не ближе это пишется тоже раздельно теперь поговорим о глаголах мы уже с вами сказали и вы уже надеюсь это помните что не с глаголами а также притчастия пишется всегда раздельно кроме случая если это слово не употребляется без нее например ненавидя ненавидеть это конечно же мы будем писать след на потому что слова без нее не употребляется теперь что касается причастий давайте поговорим о причастиях то что причастие наверняка 99 процентов что в вашем тесте будет потому что это правило как правило забывают все итак сейчас речь пойдет о в описании не именно с причастием запомним пожалуйста если причастие стоит в краткой форме она будет всегда писаться раздельно с не например сочинение не написано сочинение не написано написано это краткая форма значит мы пишем раздельно план не создан работа не выполнено это все краткие причастие конь не подкован это все краткие причастия будут писаться раздельно теперь раздельно причастие также пишутся если есть причастный оборот что такое причастный оборот это причастие с зависимыми от него словами даже одно слово как правило вот по моим наблюдениям это слово еще маленькое слово на которое даже нельзя подумать а меж тем она именно будет являться зависимым словом и будет влиять на то что не пишется здесь раздельно например еще не высохшая трава если бы трава была просто не высохшая мы бы писали здесь слитно все нормально но трава еще не высохшая как найти зависимое слово от причастия мы ставим вопросы как кем чем где когда откуда вот если есть такие вопросы например трава это главное слово мы над ним сразу поставим такой мысленный крестик да потому что крестик мы ставим как правило в школьной программе так у всех у вас же так крестик мы ставим над главным словом и так трава это не будет зависимым словом просто у меня дети начинают путать и говорит ну не высохшая что трава вот зависимое слово нет это главное слово что трава трава какая не высохшие не высохшая как еще или когда еще понимаем да еще не покрашенный забор раздельно просто не покрашенный забор слитно не покрашенный вовремя забор раздельно это вклинивается зависимое слово понимаете это да я надеюсь и так едем дальше что касается местоимений. Местоимения пишутся сне слитно, только неопределённые и отрицательные. Неопределённые и отрицательные местоимения пишутся слитно. Все остальные местоимения пишутся раздельно. Если в неопределённое или отрицательное местоимение вклинивается предлог, то оно тоже становится раздельным. Например, некого спросить. Здесь некого. Отрицательное местоимение будет писаться слитно. Вклиниваем предлог «не у кого спросить». Здесь будет писаться «не у кого» в три слова. Понимаете это? Числительные пишутся всегда раздельно. Ни два, ни три, ни десять, ни вчетвером. Всегда мы пишем это раздельно. И нам осталось рассказать о наречии. Наречие. Если оно пишется через дефис, оно будет сне раздельно. Например, поступил не по-дружески. По-дружески пишется через дефис, значит сне пишется это всё раздельно. Дальше. Если наречие в краткой, ой, если наречие в сравнительной степени, тоже будет писаться раздельно. Не лучше, не хуже. Итак, в этом видео мы разобрали все основные правила, как пишется «не» с теми или другими частями речи, слитно или раздельно. Здесь вам в ответ, в бланк, нужно выписать всего одно слово. То слово, которое пишется сне слитно. Всё, и вы получите один балл. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Если вам не хватает практики, пожалуйста, приходите ко мне на марафоны. Марафоны по тестам и по сочинению отдельно ЕГЭ идут у меня весь на протяжении всего учебного года. Если подписаться на мой инстаграм и подписаться на мою группу ВКонтакте, то можно будет не пропустить анонс следующего марафона. На марафоне мы разбираем все более подробно с домашними заданиями, с обратной связью, с отработкой обязательно всех тестовых заданий. Приходите, стоит это очень недорого. Я считаю, марафон идет две недели. Стоимость участия во всем марафоне 1500 рублей. Можно написать мне. Ставьте лайк, если видео было полезным, помогло разобраться. Дизлайк, если было бесполезным, не помогло. Пишите в комментарии, почему так произошло. Подписывайтесь на инстаграм. Я стараюсь выкладывать каждый день какие-то полезные сториз, обучающие. Смотрите мемчики, заодно запоминаете, как пишется или произносится то или иное слово. Также с нового года я открою стримы постоянные, где мы будем с вами готовиться решать тесты. Я сама составляю тесты, вы будете их решать, а потом на стриме мы будем все проверять и разговаривать, какая проблема есть в этом тексте, чтобы к сочинению тоже готовиться. А с вами была Анастасия Песик. Увидимся!